Защита Евгения Мефедова и Сергея Долженкова, которых после оправданий в Черноморске теперь обвиняют в посягательстве на территориальную целостность, продолжает обжалование решения отправить их в СИЗО. Заседание по Мефедову отложили до 18 октября, так как его адвокат занят в другом процессе. А вот дело Сергея Долженкова начали рассматривать по сути. Выяснилось, что следственные судьи Киевского суда не вмешивались в автоматическую систему распределения дел, что подтвердили ранее истребованные документы. Главным доказательством вины являются видеоматериалы с автопробега Одесса Николая в трехлетней давности. Обвинение настаивает, что тогда участники использовали запрещенную символику. Продвижительно 20 молодых людей, едет их в том, что было клавио-маски, приехали на площадь Ленина к памятнику и родной шансу. В руках они держали щиты, относящиеся к милицейской специальной амуниции, флаги России, в том числе флаг Российской империи. Одесса и Андреевское знамя Российского флота. На счетах одни маркером написали «Слава Руси» и «Слава Беркута ЮГВ». Приехавшие сами себя называют дружинниками, участниками организации «Одесская дружина». Долженков на это ответил коротким историческим экскурсом. Там сказано, что это флаг Российской Федерации, однако из истории известно, что в 1883 году императором Александром III утвержден белый-синий-красный флаг для украшения зданий. Это времена Российской империи, когда Украина, когда она называлась Малороссия, была в составе Российской империи. Черно-желто-белый флаг был утвержден указом императора Александра II в 1858 году. Был государственным символом Российской империи в течение 25 лет. В то же время адвокат Долженкова потребовала исследовать оригиналы всех видеоматериалов, а не протоколы их осмотра. Пересмотр видео поможет нам установить, как действительно происходили события. И в эти возгласы, которые, как рождал прокурор, якобы кричали участники пробега, автопробега, что Одесса, Николай, Южный фронт и так далее, они никаким образом не относятся к участникам автопробега. Я не говорю о том, Долженков или Мефедов к участникам автопробега Одесса-Николаев. Их вообще в этот период не было в Николаеве, в самом городе непосредственно. Это была официальная часть, которую проводило непосредственно руководство города Николаева, на которой выступал мэр города Николаева. Следующее заседание по делу Долженкова состоится 11 октября. Тогда же суд просмотрит видеоматериалы, на которые ссылается обвинение. Их там и не было. Для чего?